Приветствую вас! Меня зовут Денис Мальцев, я тренер по реабилитации и физической подготовке. Мы запускаем цикл видеороликов о тренировках спортсменов и профилактике травм. И начнем мы с восстановления коленного сустава, как одной из самых частых травм в спорте. Но сами ролики могут быть полезными и для тех, кто хочет просто улучшить свою форму и избежать травм в будущем. Нередко причина боли и дискомфорта в колене кроется не в самом суставе, а в мышцах окружающих его, или в плохой подвижности голеностопа и бедра. И первое, с чего стоит начать восстановление, это разработать сами мышцы. Вам понадобится валик или жесткий митбол. Найдите самое болезненное место в вашем теле, так называемую триггерную точку, и уделите ей 2-3 минуты. Совершайте движения плавно и медленно, не нужно катать всю мышцу разум. Выделите буквально 5-10 сантиметров и жесткими движениями давите на нее. Придется потерпеть боль, но буквально через несколько сеансов вам станет намного легче и комфортнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Голеностоп Возьмите жгут или полотенце и, создавая сопротивление, работайте голеностопом вперед-назад и в стороны. Тем самым вы укрепите ваши связки и научитесь лучше контролировать его. Следующий этап – это активация мышц. Возможно, после травмы, ваша мобильность будет несколько ограничена или вызывает дискомфорт. Потому начните с локальной нагрузки, как показано на видео. Тем самым вы приведете мышцы в тонус после долгого перерыва и подготовите к дальнейшим нагрузкам. Продолжение следует... После двух-трех недель попробуйте выполнять частичное разгибание голени, но стараясь делать в неполную амплитуду. Если дискомфорта нет, разгибайте полностью, но делайте движение медленно, стараясь делать акцент на работе мышц, в особенности квадрицепса. И если вы все-таки перенесли операцию, мягко поработайте с тканями вокруг колена, там, где остались шрамы. Далее можете приступать к физическим упражнениям, таким как присед и боковые выпады. Но выполняйте их в неполную амплитуду, дабы не перегружать колени. Старайтесь делать движение технично и напрягать целевые мышцы. Если почувствовать не получается, используйте жгутку, показанную на видео. Сгибание и разгибание с резиной также помогут укрепить связки и нагрузить бедра. Запомните, сильные игры помогут сберечь ваши колени и при этом улучшат ваш старт в беге и прыжках. Сила и баланс стоп могут напрямую влиять на технику спортивных движений. Чем сильнее ваши стопы, чем лучше вы их контролируете, тем эффективнее вы можете использовать свои мышцы. В то время как нестабильная стопа приводит к растяжению голеностопа и надрывам связок, а также является причиной плохой осанки и боли спине. Стопы – это ваш фундамент и в спорте, и в жизни, которому нужно уделять внимание не меньше, чем остальным зонам. Продолжение следует... Нередко именно недостаточно разогретое тело может снизить ваши спортивные результаты и привести к микротравмам. Уделяйте разминке минимум 15-30 минут перед каждой тренировкой, в том числе и массажу, как было показано в начале. Не пренебрегайте ей развитием мобильности ваших бедер. Во время восстановления удаляйте прессу и верху тела хотя бы 30 минут каждой тренировки. Если под рукой нет зала, вам хватит и пары гантелей, жгутов или даже собственного тела. Буквально 3-4 подхода на все группы мышц помогут укрепить ваше тело и улучшить спортивные результаты. А во время кардио приучайте себя именно толкать тело вперед, напрягая пальцы ног и ягодицы. Тем самым вы приучите ваше тело к правильному движению, которое со временем перейдет на более сложные, такие как бег. И в перспективе сбережет ваши колени от чрезмерной нагрузки. Или заметьте на ее сипед, но крутите педаль плавно, напрягая ваши мышцы. Но нужно понимать, если вы перенесли операцию, то все равно стоит обратиться к травматологу или тренеру за более точной консультацией, дабы не навредить себе. А на этом первый ролик заканчивается. И спасибо вам за внимание. Надеюсь, выпуск оказался полезным. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях и мы обязательно их разберем. Всего хорошего!